Такое побуждение пойти за ней. А Иисус Христос говорит такие странные слова. Исица имеет ноль, исица небесная имеет гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. И кажется бы, Господи, почему Тебе не поддержать этот хороший порыв? Почему Тебе не поощрить? Да, да, я очень давно жду Тебя, я очень хочу, чтобы ты пришел за мной. О другом говорит в то же время, а ты иди за мной. Знаете, это, ну во-первых, это суверенитет Божий. Иисус Христос говорил, открыто говорил, никто не придет к Богу, никто не придет, если не привлечет Его Отец. Это право Божие, это Его Божественный приоритет, Его суверенитет в этом заключается, это да. И мы можем выставлять какие-то человеческие претензии, и тем не менее, они останутся с нами, они ничем не унизят Бога, и ничем не нанесут Его ущерба, Его Божественной силе, Его Божественному праву. Он просто видел сердце людей. И он знал, что те, которые, знаете, такие загоревшиеся, они очень много быстро могут перегореть. Вот этот духовный парик может иссякнуть. При первых трудностях, при первых трудностях, они могут оказаться подобны тем людям. Тому семени, которое упало между термией. Заботы векосил, трудности, искушения, преследования, они заглушатся туда, и эти люди становятся непригодными, мертвыми для Царства. А думают, а ты иди. Он видел сердце человека. И вот этот момент как раз подчеркивает Лука, что Иисус Христос имеет вот это Божественное, всеведение, всезнание. Он знал настоящее состояние этого человека. Он знал его перспективу, его будущее. Я думаю, почему же все-таки Лука, не будучи свидетелем всех тех событий, которые происходили с Иисусом Христом, он говорит о том, что он написал под тщательным исследованием. Все выверив точно, все согласовал. Он не мог сказать, как сказал в свое время Петр и Иоанн, мы не каким-то хитросплетенным басеном уверовали, поверили, но мы были очевидцами Его славы, будучи с Ним на святой горе Его. Мы прикасались к Нему, наши руки осознали Его. Этот человек не имел такого привилегия, такого счастья. И я думаю, я верю, искренне верю, и я думаю, что и вы имеете такое мнение, что в этом подчеркивается влияние Духа Божия на этого человека. Может быть, до конца не сознавая, точно, до конца, он просто писал вот эти вещи. И они, однокновенные житейские вещи, касаются простой обыденной жизни, и высокие духовные, божественные, которые касались и Иисуса, или Отца Небесного, и Его, он так их подчеркивает, он так их как-то переплетает. И это имеет глубочайший смысл. Это говорит о том, что все Писание Богодухновенное, что Писание Его Мужем Божьим, будучи движим Духом Святым. Я думаю, что как раз вот в Луке есть все Евангелия очень драгоценные, все они как-то дополняют, повторяют друг друга. Но вот в Луке это как-то особенным образом все это выперестали за вас, и предложены для нас вам. Ученики видели часто Христа молящимся. И вообще, в Священном Писании говорит о том, что люди получали какие-то откровения, когда приходили в присутствие Божьего. В этих самых древних, в самых примитивных верованиях, когда нации были, знаете, и на экономическом, и на интеллектуальном уровне, очень низки, не было сформулировано каких-то постулатов религиозных, они понимали интуитивно, что существует высшая сила, может быть, это солнце, луна, может быть, это гром, огонь, стекия, водная, знаете, такая могущественная, которая от себя все это проявляла. Она заставляла их чувствовать, что есть что-то сверхъестественное. Они чувствовали свою зависимость от этих сил. Подчеркиваю, не имея правильное представление о Божестве, тем не менее, они интуитивно чувствовали, что есть высшая сила. И они понимали свою зависимость от этой силы. Они хотели умилостивить эту силу, получить какие-то преимущества для себя. И знаете, когда Авраам, родоначальник еврейской нации, удостоился Божьего внимания, каким образом произошло, почему это произошло, ведь он жил в языческом окружении. Слово Божие говорит, что отцы наши поклонялись идолам, живя там за рекой, между речью. Тигра Ефрат. Каким образом он удостоился внимания Божьего? Может быть, он был просто искренне ищущий каких-то соприкосновений с высшей силой. Бог ему открылся. И знаете, те жертвенники, которые он устроил, те памятные места, они, может быть, были очень примитивные, с последующей, с тройной такой системой богословской, которая выкресканывалась у евреев, или у них народы были в своей системе религиозной. Тем не менее, Бог видел сердце этого человека. Он знал, что этот человек имеет нужду в божестве. И Бог шел ему навстречу. Знаете, когда Моисей пас овец у тестья своего, его фора, явился, и ему явилось ему такое необыкновенное зрелище. Наверное, он часто наблюдал, как от большой жары поспламенялись сухие деревья и кусты. Ну, горел, горел, перегорел. А тут вдруг горит, горит, и не сгорает. Он интересовался. Подошел ближе. Человек был образованный, наверное, мог оценивать ситуации с каких-то и научных познаний. Что же это происходило? Из этого куста он услышал голос. Моисей с ними, ой, с ног твих, потому что земля, на которой ты стоишь, место святое. И потом Бог ему дает великое поручение идти в Египет, представить перед лицом фараона, перед грозного владыком, самого грозного владыка того времени, того древнего мира. И требовать освобождения для своего, своих соотечественников. С каким именем я пойду к этому народу? Что я скажу? Какими полномочиями я буду располагать? Кто это? И Господь открыл ему свое имя. И говорим, я есть тот, кто есть Якова. Знаете, когда Бог являлся с этими именами, когда он давал народу законсулы, он дал определенные поведения. Вот Гарана, который взошел на все, он сказал, проведи там черту, бородство. Птица перелетит. Вот это вот несмышленные, как это назвать, животные сейчас, птицы, правда? Класс пернафты. Она, 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 она будет умерщена. Осел, или там волк, или лошадь переступит. Эти границы, она будет умерщена. Написано молнией и грома. Огромь, там искали. Такое было страшное, впечатляющее явление. Можно себе было представить, состояние ли общества, которое много, много миллионов, которые там находили, какого страха и трепетия. Там являлась слава и сила Господа. И вот Иисус Христос по просьбе учеников своих начинает предложение вот такую молитву. Когда молитесь, говорите. Знаете, в еврейской традиции каждый учитель, как определенная школа, он предлагал какой-то свод определенных молитв. Они как-то регламентировали жизнь духовную, общественную, отношение к Богу, к святилищу, к окружающим людям. И, конечно же, ученики, зная эту традицию, говорили, Господи, Иоанн учил своих учеников, он имел огромный авторитет. Ты сам сказал, что изрожденным женами, изрожденный женами не восставал такой великий человек, такой великий пророк. Он учил своих учеников, они красиво молились, содержат. Но ты же научи нас молиться. Ты же так молился. Мы же слышали, что ты молишься. Ты в этом имеешь нужду. Ты часто оставляешь нас. Мы отдыхаем, а ты где-то идешь, уединяешься. Научи нас молиться. И он начинает эту молитву словами Отче наш, Сущий на небесах. Это не Харим или Синай. Это небесные обители. Это те миры, которые даже нашему воображению недоступны. Знаете, когда люди хотели как-то увидеть славу Божию, они почитали себя, что они умрут после этого. Я видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, говорит пророк Исаия. Когда этот трон небесный носили херувины, являя смирение пред Богом и глубочайшее почтение, он, когда это увидел, он сказал, горе мне повидья, потому что я человек грешный и увидел вот такого высокого Господа. Это было, знаете, какой-то отблеск этого божественного величия. Это был Иегова, тот, который живет в таких, значит, среди огнистых камней, среди такого неприступного света, Слово Божие, и даже воображение не способно все это постичь. А здесь Иисус Христос говорит, обимолитесь и говорите Богу, Отче наш сущий на небесах. Вот как Христос приблизит вот этого Бога, который в заображении людей, представлении от людей был грозным судьей, знаете, близость с которым вызывала физическое уничтожение. Он, оказывается, является Отцом небесным. Ну, как это непонятно? Ну, всем другим. Еще жили родители, и Андрея, и Петра жили родители, еще, может быть, отец рыбачил там, когда они ходили за... Они же знали отношения. Они сами были родителями, наверное, Петра была жена, была теща, и говорят, что у него была дочь. У него были эти отцовские чувства. Он же знал, как нужно, что наполняет его отцовское приходить к нему, и как с ним общаться. И тем менее, братья и сестры, вот, представляя всем умущего Бога, отцом, живущий там, на небесах, Иисус Христос провозглашает Его имя. Да святится имя Твое, да прият царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле совершается точно так, как она совершается на небе. Там ему послушен весь ангельский мир, все чины, все службы. Вот это провозглашение величия Бога, это все на своем месте. Это то, что принадлежит Богу. И Иисус Христос всегда в своем служении старался представить Отца Небесного. Не себя. Он скромно на себя говорил, даже спрашивая, за кого его почитают, он подчеркивал, сына человеческого. Здесь он говорит, все, что я видел, все, что я имел, все, что я говорил, это не мое. Все это я получил от моего Небесного Отца. Это, знаете, глубокое богословие. Я думаю, откуда Лука? Не имея богословское образование, подобно апостолу Павлу, там и философия, и поэзия, и богословие глубочайшее, это был раввин, это человек, который получил образование у самых образованных, у самых знающих людей в свое время. Это был врач, хороший врач, врач возлюбленный, который любил свою профессию, относился к этому очень добросовестно. А вот такие глубокие откровения, вот такие детали он преподносит, и все это на своем месте. Иисус Христос говорит, Бог Отец, с Ним запросто можно общаться, как с Отцом, с Димой говорит, но при этом нужно не забывать, что Он великий, всесильный, что все делается так, как, прежде всего, как Он желает. И так должно быть и на небе, и так должно быть и на земле. И дальше Он призывает о том, чтобы ученики, молясь, желают Царствия Небесного, о котором Он послал проповедовать. Они об этом говорили, чтобы это не стало просто, знаете, какой-то теорией, чтобы это стало страстным желанием, чтобы оно материализовалось в их повседневной жизни. и в конечном итоге он переходит до таких простых вещей с нашей повседневной жизни. О том, чтобы был хлеб насушный, наверное, хлеб, это хлеба, под этим подразумевается не только Слово Божие, не только духовная поддержка, но, конечно же, и материальные содействия нашего Бориска. Знаете, братья и сестры, о молитве, о общении с Богом можно было бы говорить очень-очень много. Но я хочу подчеркнуть один момент, который включает в себе две стороны. Когда мы молимся, когда мы обращаемся к Богу, искренне, сердечно, когда мы понимаем, перед кем мы стоим, и, прежде всего, мы выражаем свою в зависимости от Него. Мы понимаем, что благо, о которых мы просим, они связаны с Ним. Мы провозглашаем могущество Бога. Это то, что нравится Богу. Это не говорит о тщеславии Бога. Это то, что принадлежит Ему по праву и не может быть оспорено никакими аргументами. И второе, еще более значимое, мы иногда просим очень, знаете, наши примитивные, просьбы иногда очень примитивные. А Бог идет гораздо дальше. Делает гораздо больше. И опять через это провозглашается могущество Божие. Получая ответы от Господа, получая удовлетворение наших нуждов, мы получаем гораздо больше. Четыре с половиной года назад я стоял перед вами, когда мне объявили, что у меня такой диагноз по понятиям нашим славянским, что это финиш подходит к жизни. Я просил Господа, чтобы единственное, что он мне дал, это забрал у меня страх смерти. Я не боялся умереть. Я дитя Божье, я очень желаю быть в Царстве Божьем, я увижу там своих родителей, своих друзей, своих братьев, и очень сомнительно, если я буду бояться панической смерти. Я очень мою сабет. Вы знаете, я вам открою такой секрет, который был для меня буквально неделю назад открылся. Я беседовал с нашим пресс-фитером и доктором, а он говорит мне, то, что делали врачи, это на своем месте. Но Бог тебя истинил. Я думаю, если бы он мне на Ксим Викторе сказал это раньше, я бы свидетельствовал об этом, я бы ездил, я бы говорил, это же такое, пусть я четыре года прожил, но чуть больше, но это же милость Божья. Я не рассчитывал на такое дело. Буду жить, я буду, я кто был умереть. А Бог сделал гораздо больше. Вы знаете, когда мы приходим в Боге, самые маленькие наши нужды, они говорят о могуществе Божьем. Бог идет дальше наших нужд. Он благословляет нас, Он делает нам, и жизнь нашу продолжает, и делает нас способными видеть ближнее наше, и принимать участие в его нуждах. Он делает нас способными сидеть в его ногу, и избирать лучшую, благую часть, которая не отнимется от нас и поверь. Аминь. Будем молиться. Божий наш милосердный Отец наш небесный, Иисус Христос, Спаситель Бой драгоценный, верую и исповедую, что Ты воистину Своей Божий, пришедший во плоти спасти грешников, из которых я первый. Благодарю Тебя, что Ты открыл имя Бога всемогущего, как имя любящего Отца. Господи, сознавая свое ничтожество, сознавая величие Твое, хотя до конца не могу постиживать этой славы, этой Твоих возможностей божественной, смиряясь Своей сердце при Тобой. Я чувствую себя очень счастливым человеком, что не какие-то стихии, какие-то проявления природы заставляют меня веровать, искать Божества, а имя Отца Небесного, Которое открыл мне Сын Твой Иисус Христос, оно дает мне надежду жить и только здесь на земле наиметь вечность с Тобой и с Господом моим. Я очень прошу, чтобы до последнего вздоха Ты укреплял меня в этом уповании, чтобы это стало смыслом жизни у них, братья и сестер, всего Твоего народа. И пусть через это прославится Твое имя, имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. 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 Дорогие братья и сёстры, у нас сейчас, как мы уже говорили, будет второй сбор, который будет направлен полностью на миссионерскую деятельность церкви. Это те миссионеры, которых мы поддерживаем. Я думаю, те, кто был на членском собрании, вы знаете, о чём мы говорим. Следующий месяц мы, наверное, подробнее расскажем о том, что эти миссионеры делают, какое они у них в служении и каким образом мы можем быть соучастниками этого служения. Также будем рассказывать о тех планах и стремлениях, которые мы имеем как церковь, имеем в области действия и евангелизации распространения Слова Божия. Мы будем петь «Мы бодли на жизнь, мы будем пойдём» 691-ю ген. музыканты, подойдите, да? Или без музыкантов? Без музыкантов? Нет. с тобой, без тебя мы не сможем спать. Есть ещё несколько объявлений, которые я, может быть, умышленно оставил на окончании собрания. У нас начинает действие или начинает работа группа подростков. Подростков это те, кто учатся в high school и выше, то есть примерно где-то с 14-15 лет до 19 лет. Эти тинейджерс, которые оказались у нас неприкаянными между воскресной школой и молодёжью, зависли. есть люди, которые высказали своё желание, что они хотят начинать занятия с этой группой подростков. И мы бы хотели сегодня, сразу после собрания, все, кто high school и выше до 19 лет, вы слышите меня? Can you hear me? Everybody who is 14 and over, everybody who is high school and above, please let's meet in one of these big rooms on the right side. То есть те, кто 14 и выше, пожалуйста, останьтесь, родители, если, проследите, пожалуйста, чтобы ваши дети пришли на эту встречу, буквально 5 минут, мы просто хотим посмотреть, кто, кто есть, какое они имеют для нежелания в этом участвовать и просто познакомиться с теми, кто будет проводить с вами занятия. И ещё, перед сбором, умышленно я пропустил ещё одну нужду, о том, чтобы мы молились. Ярославу Даниловичу на этой неделе будет предстоять обследование, возможно, лечение по поводу, по поводу болезни. И мы просим церковь, чтобы вы молились, чтобы вы на руках молитвы несли всё то, все те проблемы со здоровьем, которые, которые есть, чтобы Господь усмотрел, усмотрел исцеление для его болезни. И ещё раз, если так, по четыре с половиной года каждый раз Господь будет продлевать, то слава Богу, мы будем иметь проповедников, мы будем иметь пресытера нашей церкви, который несёт труд в нашей церкви. Поэтому, пожалуйста, мы просим, обращаемся к церкви, чтобы молились. А сейчас, пожалуйста, мы будем петь общим пением «Мы подрядно жизненном пути» пойдём и сбор подавляем. Песня «Святая церкви» 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 Дорогой Господь, мы хотим доверять Тебе, потому что мы знаем, что Ты всемогущий Бог, мы знаем, что Ты Бог великий и Бог любящий. Господи, иногда трудно довериться Тебе, потому что мы живем в видимом мире, и мы понимаем, что все законы этого мира, они имеют на нас воздействие. Но также мы знаем о Тебе, что Ты выше всех этих сил. Твоя сила, она превыше физических сил, Твоя сила, она превыше духовных сил. Господи, мы радуемся, что мы имеем это познание, мы радуемся, что мы являемся детьми Твоей семьи, что Ты искупил и привлек и усыновил нас к себе. Господи, мы благодарны Тебе за это, благодарим Тебя за это служение, благодарим Тебя за эти слова, напоминания, которые мы слышали. Каждый слышал что-то свое, для своего сердца, то, что нужно мне, то, что необходимо в моей жизни. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Святой работает с нашими сердцами и изменяет нас. Господи, мы просим и умоляем благословения Твоего на это служение, миссионерское служение евангельское, которое мы хотим проводить для того, чтобы Слово Твое распространялось по всему лицу земли. Но в первую очередь мы хотели бы, чтобы Слово распространялось здесь, среди нас, где мы живем, на наших детей, на наших близких, на наших родственников, друзей, всех тех, кто находится рядом с нами. Помоги, Господи, нам не смущаясь открыть наши уста и рассказать о Тебе, о Спасителе нашем, о том, насколько хорошо быть Твоим детем, насколько хорошо иметь уверенность в спасении, уверенность в вечной жизни с Тобой. Как дивно и как чудно это осознавать. Просим, Господи, чтобы те люди, которые находятся рядом с нами, чтобы они могли услышать и могли принять Слово о Тебе, евангельскую весть. Также о тех, кто несет это миссионерское служение в дальних странах, кто находится где-то там, где может быть сложно говорить о Тебе, мы просим и умоляем, благослови Слово Твое, чтобы оно касалось сердец, и Царство Твое расширялось за счет новых душ, приходящих к Тебе. Благослови, Господи. Также приносим к Тебе на руках молитвы, это начинание с подростками, это группа, которая будет заниматься с подростковой группой. Господи, мы прошим и умоляем, благослови и помоги всех тех, кто будет заниматься, руководство, Господи, этой группы. Также и подростков, помоги, Господи, чтобы они внимали Слово Твоему, чтобы они размягчали Твои, свои сердца, для того, чтобы принять Тебя как личного спасителя. Благослови, Господи. Также просим Тебя и о здоровье, Рослав Данилович, а Ты сам знаешь, Ты сам располагаешь, всем лечением, всеми лекарствами, Господи, и всеми чудесами. И мы просим, чтобы Ты послал еще одно чудо в его жизни, просим и умоляем, благослови, Господь, когда сейчас будет проходить обследование и лечение, присутствуй там, Своей милующей, спасающей, исцеляющей рукой. Мы все приносим к Тебе, к нашему Господу и прославляем Тебя. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми Вами. Аминь. С миром Божьим!